В день работников сферы информационных технологий мы приехали в одну из самых больших IT-компаний Приднестровья, чтобы узнать, как живут программисты, бизнес-аналитики и тестировщики. 9 отделов, более 100 сотрудников. Здесь пишут коды и разрабатывают проекты, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Мы компания полного цикла разработки и мы берем идеи и доводим их до реализации. Мы делаем проекты для таких больших гигантов, как МТС, Газпромнефть, Спартак, Винлайн. Есть некоторые транспортные компании, большие питерские корпорации. Станислав в этой сфере 15 лет. Говорит, их IT-компания постоянно ищет новых сотрудников. Для этого бесплатные курсы и лекции в ПГУ. А еще большие конференции. Одна из последних на полтысячи человек прошла в столичном кинотеатре. Идешь с радостью на работу каждый день. Потому что каждый день что-то новое, что-то интересное. Ты развиваешься, вокруг тебя умные люди, которые действительно знают и любят свою работу. И это мотивирует. У нас есть много разных мероприятий корпоративных, повышающих корпоративный дух. Мы стараемся этому уделять внимание. Очень много уделяем времени спорту. У нас есть много кружков. От волейбола, баскетбола, большого тенниса до больших крупных мероприятий, как IT-забег, которые мы проводим ежегодно. А сейчас мы приехали в другую преднестровскую компанию, которая занимается выстраиванием коммуникаций с клиентами для крупнейших компаний России. Мы такая на сегодняшний день экосистема решений для развития бизнесов. Работаем мы с Валберест уже 8 лет, ВКонтакте компания и различные онлайн образовательные компании России. Такие как Скеллбокс и так далее. В команде 250 человек. И большая часть это тоже IT-специалисты. Сейчас в работе они активно используют последние технологии, такие как нейросети. С этими технологиями каждый, через несколько лет каждый человек будет немножко IT-шником, потому что не уметь использовать промпты, то есть язык общения с GPT, например, это будет большой минус для найма вообще на работу. Потому что любой человек может как свою собственную продуктивность повысить посредством использования GPT, так и быть более полезным и ценным для своей организации. Объединяя лучшее, на что способны люди и лучшее, на что способны технологии, мне кажется, в этом и есть секрет успешного бизнеса. На Первом Приднестровском тоже есть свой отдел информационных технологий. Эдуард отвечает и за поддержку, и за безопасность сети. А еще он системный администратор. Говорит, приходится часто бороться и со стереотипами. Ты IT-шник, ты почини мне принтер. Либо ты IT-шник, посмотри мне телефон, у меня там рингтон не тот. Если что-то будет с общей сетью, пользователи не смогут взаимодействовать с собой, с серверами, это повлечет за собой срыв эфира. Люди просто не успеют скинуть материалы, отработать с ним. Иногда даже скучаем по обычному поковырянию в железе. Разобрать какой-то компьютер, провести профилактику, либо когда приезжает новое оборудование, мы как дети вскрываем, как конструктор. Конструктор для больших мальчиков, так сказать. Собираем это все, настраиваем это прям как отдельный процесс релаксации. Программисты, менеджеры проектов, веб-дизайнеры, тестировщики, маркетологи, разработчики и не только. Направлений в мире IT сейчас десятки. Из бонусов – постоянная востребованность и высокая зарплата. Субтитры создавал DimaTorzok